Ладно. Мы с вами проведем особый семинар. После того, как вы отвечаете на вопросы, вы можете и задавать вопросы. Как мы заключаем союз между нашими группами в Европе? Я уже не говорю «в самой группе». В группе понятно, что нам это необходимо. Без этого у нас нет никакого пути продвижения. Как мы заключаем союз между группами? Пожалуйста. А где наша фокус-группа? Они еще не начали говорить. Я думаю, что мы в идеальном состоянии. Не знаю, насколько идеально, но в хорошем. Заключить союз здесь и сейчас. Я бы хотел отметить два момента. Я бы хотел заключить союз о настоящих постижениях. Давайте подумаем, что мы постигнем там в Конгрессе и пообещаем друг другу, что мы продолжим выполнять. Не держать у себя, а разевать эти вещи. И наше соглашение будет основано на десятках. Может быть, стоит смешать десятки между странами, как часть смешанных десяток, которые хотят сблизиться, быть ближе и дальше друг к другу. Этот вопрос вообще возникает всегда. Как мы это можем восполнить? Надо просто прилагать здесь усилия. Практически мы должны создать несколько десяток из стран Европейского Союза, которые являются частью десяток в своей стране. Это может измениться, но они должны находиться в связи друг с другом. Потому что все мы должны находиться на связи друг с другом. Может быть, сделать в пятницу день, когда все мы встречаемся, и практически это сделать. Мы должны выбрать представителей от всех десяток в Европе, чтобы была общая десятка. Например, в Италии у нас есть, главным образом, виртуальные группы. И мы живем на расстоянии друг от друга минимум час езды. И мы должны почувствовать себя группой, помогать друг другу, создавать окружение. Даже если она будет виртуально, я должен думать о том, что ты моя группа, и я забочусь о том, чтобы я поддерживал отношения не только Джозеппе и Пауло, а со всеми остальными, быть с ними в связи, поднимать важность и заботиться об атмосфере. Если мы не имеем физической группы, то мы должны ставить группу, чтобы мы почувствовали, как будто мы находимся в одной комнате. Да, мы в десятках должны вести себя как единый организм. И чтобы помочь себе в этом, мы должны взять картину этого состояния, которого мы достигли на Конгрессе. И мы должны взять себе это как пример. и впечатлиться ответственностью, которая была здесь. И когда мы потеряем её, всегда возвращаться к этой ответственности и начинать работать заново. Каждый раз, когда мы потеряем картину, остановиться, вернуться к этой картине. Ну, как мы с помощью семинара, как мы это делали в первый день, и оттуда снова выстроить на этом новое состояние. Не возвращаться, а выстроить. Частью договора должна быть, должны быть рамки, которые мы можем сделать, чтобы работать соответственно состоянием и использовать в момент Конгресса. Также выработать привычку. Выработать привычку. Не отдаляться от товарищей, а всегда сближаться с товарищами. В особенности в сложных состояниях. И важность мы должны почувствовать на собственном опыте. Вопрос, Нужно ли создавать соглашение только вместе с товарищами, или творца тоже призвать? Вопрос, как мы можем создать связь между группами? Я думаю, что одна из вещей, которых не достает, это информация. Я не знаю, что происходит в других группах, ни в Швеции, ни в Голландии. Отсутствие информации. И нужно заключить союз, и часть этого соглашения должна быть, что мы должны найти путь с помощью интернета, чтобы сблизиться между собой и приблизить группы одна к другой, чтобы у нас была доступна информация. И если это семья, которая растет во всем земном шаре, и я не пишу, что происходит, что я могу сделать, когда я должен встречаться с ними, это очень нужно. Подводя итог всему сказанному, мы говорили о том, чтобы использовать этот момент и для того, чтобы создать разную структуру, мы говорили о информационном канале, о том, чтобы задействовать другие ресурсы, у этого есть очень большая важность. Давайте выясним момент простой. И заключим соглашение, чтобы не путаться в многих деталях. И найти игольное ушко, в котором мы должны пройти. как мы сможем узнать о группах в Европе над всеми различиями языковыми, ментальностями, несмотря на все трудности, которые мы раскрываем, как мы все-таки свяжем себя вместе и начнем чувствовать каждую группу для того, чтобы приблизиться к этому союзу. Творец создал для нас очень сложный континент, и мы должны винить его, поскольку нет выхода, по всей видимости, по отношению к нашим душам, это то, что происходит. это то, что мы должны реализовать, заключить союз между всеми группами Европы. Как же мы можем познакомиться с группами, как мы придем к связи между нами, выше всех помех, различий и, что называется, союзом между нами, согласно каким параметрам мы входим в соглашение. пожалуйста. Если нет важности, то мы не можем ничего сделать. мы должны поднимать важность. У нас есть встречи каждое утро по воскресеньям, и мы очень часто не посещаем эти встречи. Нужно найти какой-то способ обязать себя участвовать в этих встречах. Воскресенье в 10 утра ни у кого нет причины там не быть. Если мы решили выбрать это часто, давайте придерживаться. Вопрос, как мы можем приподняться над всеми различиями? я думаю, я думаю, что практически может быть просто всем научиться изучить английский. Я думал сделать курс на английском, английского языка, конечно же, интегрального воспитания, чтобы изучать английский, и чтобы изучать интегральное воспитание английский, потому что курсы, которые были у нас в Италии по изучению английского, было слишком скучно. Можно сделать интегральный курс, и ты будешь наслаждаться тем, что изучаешь английский, интегральное воспитание. Мы должны также обязать друг друга, оставить наши сердца открытыми, не скрывать ничего, не скрываться за национальной гордыней, что мы что-то делаем, какие-то особенные, делиться национально. Даже если ты горд чем-то используя это, чтобы модушевить товарищей, просить помощи, как раз сказал на руке, дай это группе, введи это в систему, и творец даст тебя ответ. Да, я чувствую так сильно, что нам необходима физическая привычка к этому. и в Голландии тоже. И если ты не знаком с ним, не пытаешься найти связи, говорится о том, что тебе этот человек не нравится. И если я даже выезжаю отдыхать с семьей, я поеду в то место, где есть у меня товарищей, и таким образом могу собрать еще товарищей, это будет как собрание между группами, которые встречаются между собой, и потом возвращаются каждый в свою страну, это передает, и тогда мы физически можем познакомиться, это своего рода конгресс, конгресс 24-х часов, который поднимает тебя и создает очень сильные связи. с одной стороны, я бы развивал способы контактов, объединения, например, как Раф сказал, курс интегрального воспитания для всей Европы, или курс Лернинг-центра, который начался в всей Европе. мы можем сделать полугодичный, даже через полгода сделать все в Европе, в Европе, в Европе. важность, и если я не похищаю эти встречи, позвоните мне, спросите, почему ты не подогаешь усилия, что с тобой случилось. shall we make a post-production meeting? Мы делаем, может быть, сделаем встречу на эту тему, и тогда, может быть, сможем составить какое-то соглашение между нами. Мы начали проект под подгруппу к конгрессу. Мы начали проект мин гуф органы бен-эропей шимесапек информация к промежуточной звено между всеми европейскими группами и установки рава для всех групп и также внешне медиа-носители. Я надеюсь, что мы сможем наладить лучшую связь. Мы должны начинать работать вместе. И насколько мы люди... Как сделать так, что когда я возвращаюсь домой, сейчас, завтра и уже сейчас ждет меня европейская организация, которая находится в поручительстве, в состоянии союза, я отношусь к нему. Это словно общая крыша становится покровом для меня, беспокоится обо мне, дает мне условия включиться в эту организацию, дает мне информацию, возможность получать питание от этого, как я это делаю сейчас, прежде чем я приезжаю домой и отключаюсь от всех вас. И я должен быть уверен тогда, что я не падаю. вперед, как мы можем организовать это сейчас? если бы я знал, мы должны найти платформу, на которой мы сможем поддерживать связь между группами. Не знаю, как это сделать. Может быть, Дэвид знает. я думаю, что вопрос заключается в том, как мы можем практически создать вот эту общую платформу, что когда мы приедем домой, мы сможем оставаться связанными друг с другом. я думаю, что мы можем сохранить те десятки, которые есть у нас здесь. А через какое-то время мы можем перемешать их, может быть, в течение месяца, двух, сохранить эти смешанные десятки, которые есть у нас здесь сегодня, и начать работать вместе. Мы уже встречались с моим другом, с тем, чтобы, с моей десятки, что как мы можем подготовиться вместе, например, то, что у него происходит, у меня происходит, я знаю, что это будет очень сильно работать наша группа, в особенности в группах Италии, Я не знаю почему, но из Голландии будет тогда другое отношение, например, в Голландии к интегральному воспитанию, и на самом деле это изменит все к лучшему. Я говорю о имени хорватской группы, мы подали наш совет, поделились нашим соображением, Мы живем в курортной зоне, через которую проходит 10 миллионов европейцев каждый год. Мы начинаем готовиться к работе над этим проектом. Там может работать над ним вся страна. Это будет своего рода Илата или Сочи с адаптацией для европейцев. Есть много возможностей летом, когда туристам скучно, мы сможем организовать для них мероприятия, игры, все, что необходимо, и работать вместе. Есть много возможностей. И мы бы очень хотели пригласить всю Европу и вас. И мы можем начать уже со среды подготовку по работе над этим проектом. Я думаю, что для того, чтобы ответить на вопрос, что мы можем сделать сейчас, какую гарантию или надежду дать товарищам? Есть возможность объединиться. Но эта возможность объединиться является нашим поручительством. Если это не будет истинным, это испарится словно воздух. Если мы можем прийти к такой уверенности, может быть, не один проект, а 10 лучших проектов в Европе, каждый из которых может записать, он может быть записан, и могут люди принять участие в этом. Мы каждый раз добавляем, мы должны все время создавать проекты, которые реализуются в Европе, и дать возможность каждому участвовать в них. Это может быть перспективой, когда есть уже что-то заранее, что даст мне силу, реализовать силу, которую мы получаем на конгрессах. На конгрессах это проекты по рассумнению. Если мы все как одна семья, как пишет Барасулам, вообще весь мир это одна семья. Тем более мы. У нас есть цель одна. У нас есть... Мы каждый день развиваемся, поддерживаем связь. Может быть, что в нашей глобальной организации, мы говорим сейчас о Европе, части организации, может быть, нам стоит создать женскую организацию, женское объединение. И мужчины должны быть заинтересованы в том, чтобы была женская организация. Женщины очень сильные, они могут поддерживать связь друг с другом, они объединятся, поговорят между собой, поддерживают связь, по крайней мере, между женщинами всех групп. Если не захотят, они могут также и оказывать необходимое влияние на мужчин. Как нам организовать женскую организацию между нашими европейскими группами? Кто на меня смотрит? Мужчины не смотрят. А женщины почему смотрят? Вы должны это организовать. Это проблема или нет желания? Я думаю, что эта организация сможет дать хорошие импульсы мужчинам и всем группам. Ну как? Мы создадим женскую организацию в группах в Найбарух Европа. Сейчас давайте сразу же выберем, кто там будет главой. Несколько женщин, допустим, пятеро женщин, дирекция. Несколько секретарш, помощниц. И что они должны делать? Поговорите. Мужчина, вы подумайте, как мы можем с женщинами сорганизоваться. Как правило, если между женщинами есть связь, они могут и мужчин вынудить. Сильная женщина, это хорошо. Уже женщины объединены в Европе. Есть у них связи всевозможные. Нужно пользоваться этими смешанными группами, которые существуют. Организационная сила. Нужно взять туда женщин, которые активны в расплывнении, а не женаты на каббалистах. Я думаю, что у нас есть много умных, образованных, эрудированных женщин в нашей группах, которые могут в этом участвовать. И я думаю, что в том, как мы организуем конгресс, на многих капитальных подготовительных собраниях мы должны задействовать женщин, чтобы они начали встречаться и организоваться в рабочие группы, вырабатывать перспективы, цели, говорить о пользе группы. Цель нам понятна. Но это будет вовне, чтобы это было эффективно, чтобы к ним прислушались. У нас есть Дне Барух. У нас есть пиар-компания. Да, для того, чтобы продолжить то, что предложил Глеб. У нас есть две женщины в Италии. Они женаты на каббалистах. И они очень сильно есть. То есть замуж... Есть незамужние, но это Елизабета и Света. Я знаю, которые замужем, и есть сильные женщины, которые незамужены. И наш опыт в Хорватии, я бы сказал, что есть у нас много идей и сил, но когда это касается практики, мы должны организовать что-то. Мы очень слабы. И обычно всё остаётся только на этапе идей. И мы, как мужчины, должны собрать эти идеи и постараться выстроить эти проекты, попросить помощь у женщин. И то, что мы сами не способны воплотить это в нашем мире, попросить у них помощи, чтобы помогли нам это сделать, реализовать. У нас у самих нет этого. Нам это открывает двери для того, чтобы дать женщинам художественную оценку. Мне кажется, что мы не оцениваем их по достоинству. Поэтому, да, это может быть очень хорошо, дать им ощущение такой безопасности, уверенности. Разумеется, что обеспечить им всё необходимое. Они могут быть большой силой. И это поможет нашему объединению. Как мне кажется, это должно быть Елена из Испании, Ревеха. Это женщина, которая вчера говорила из Англии. Есть у нас Барбара. Есть очень много сильных женщин, которые могут участвовать в этом. И они лучше, чем мы, знают, что делать. И я хотел сказать одну вещь, что мы должны оставаться на прямой связи с Израилем всё время. и с женской частью в Израиле, и с мужской. И продолжать здесь самим без связи с Израилем очень трудно, или, может быть, даже невозможно, поскольку источник сил света исходит оттуда. Следующий вопрос. Как поддерживать связь, которую мы постигли здесь, обрели здесь в десятках? Как сохранить практически связь, которую мы обрели здесь в десятках? Пожалуйста. Каковы Ваши предложения? Есть встреча нашего маркетинга через два дня. Несколько проектов по распространению, которые есть у нас, которые являются общеевропейскими, проект меди, проект обмена информацией, проект работы в десятках. Мы должны основать это на нашей работе, работе только встречаться недостаточно, это просто умрет. Мы должны собраться вокруг реальных проектов, объединиться, как сказал, да, и чтобы у нас была реальная роль, реальное задание. Мы должны цениться между странами Европы и должны решить о следующем проекте, решить решить о следующей встрече, и чтобы это определило для нас следующее состояние. вы подставили меня подумать о том, что сказал Рафт на уроке. Как принять такое решение, чтобы каждые три месяца был Европейский Конгресс и Даниэль также сказал об этом большом проекте. Мы Мурчано в Италии тоже делаем нечто подобное. Если мы хотим работать вместе в Европе, то нам нельзя думать, что это наш проект. Как чей-то Джузеппе или кого-то. Нет. Если мы знаем, что есть некто, у кого есть опыт, то неважно, будет это Италия, Россия или Англия, мы они наделяют нас ответственностью. Есть в Лилии проекта. Если я знаю, что кто-то может сделать это лучше, я, пускай сделает вместо меня. Да, то, что касается Конгрессов, решать не только о датах, но и местах проведения, какой мы хотим видеть Европу. Ирав не приедет, если мы останемся в том же состоянии, мы должны продвинуться и показать свое желание, инициативу вторая часть, женская часть, показывает нам, что мы не можем сами продвигаться. И поэтому на самом деле вкладывать в женщин то, чтобы выстроить сильную группу женщин, которая сможет поддерживать нас и всегда пробуждать в нас силы, которые будут помогать нам. Может быть, мы не завершаем этот конгресс, а мы его продолжаем на медленном огне. допустим, все записываются на курс по Кабале. Я слышал, что молодежные группы хотят вступить в старые группы. Может быть, это как раз самое время, когда мы возьмем всех и проведем общий курс. общий европейский, чтобы по всей Европе был единый уровень знания и духовной работы, чтобы мы лучше понимали друг друга, чтобы были на одной ступени. Подумайте, скажите, правильно или нет, что вы думаете. в Субтитры делал DimaTorzok Да, чтобы была возможность продолжать этот конгресс. Это кажется идеальным состоянием для того, чтобы удерживать это мнение на достаточном уровне. Обязательства? Мы ветераны обязаны, обязательства перед новенькими, организовать курс, начать с Израиля, и тогда мы будем равны. Тогда мы поймем, что мы можем делать, и у нас появятся силы, что сделать. И также в то время, когда мы сидим здесь, мы смешанные старики, новенькие. Мы можем продолжать это строить. Если мы собираемся создать курс, хорошо, если он будет посвящен распространению и созданию общины. Это должно быть не только для новых учеников. Прекрасная возможность для тех, кто учится потянуть всех до одного уровня. И группы все должны присоединиться к этому, к этому совместное действие. Перестать думать, что мы сами развиваемся. Нужно создать единый стандарт для всей Европы. Это то действие, которое мы можем сделать. Это наше обязательство. Да, следующий конгресс может быть конгрессом интегрального воспитания. Это конгресс и курс подготовки одновременно. Мы должны подготовить конгресс интегрального воспитания для всей Европы. И также очень практический курс, как реализовать идеи интегрального воспитания по всем местам, по всем местам. И мы говорили с Дамиром и Глебом насчет того, как создать этот интегральный курс. И сделать конгресс этого интегрального курса. Всегда хорошо обновлять основы, время от времени. Я вижу, что люди, когда учатся в причине долгого времени, Люди начинают терять основы, терять все необходимое в статье рабаша и внутренней работы. И лучше всего это сделать помощь курса. Это даст много людям, которые учатся, и, как он сказал, нужно отменить себя, нужно принизить себя. И тогда мы покажем пример самоотмены новенькими. Я думаю, что это даст им много большого дошеления. Второе. Мы все должны быть на одном уровне. Это равенство. Мы видим, что быть вместе, быть на равных, это гораздо важнее, чем быть ветераном или новеньким. Или взять какие-то на себя обязательства. Все будут на одном уровне. Да, все мы равны, а с другой стороны, все мы равны. Есть у нас та особая часть в нашем пазле. Я хочу добавить специфические, относительно сказанного товарищам, делать различия между курсом для общины, курсом для группы или изменения. И очень важно, что мы боремся за то, чтобы достичь, достичь мы должны связи с Творцом, но с помощью нашего единства. И сейчас у нас есть отдельные точки в Европе, которые проделывают эту работу по эндокральному воспитанию. Это должно быть объединенным с моей точки зрения. Я могу сказать вам, что я лично не могу долго продолжать в этом ключе. Я не могу продолжать вот этот намалом огне, то, что называется, когда он будет отделен от других. Мы должны создать единство, иначе мы будем гоняться за собственным хвостом. Если ты будешь находиться в группе и говорить о мнении между товарищами, я чувствую это очень сильно, что возможности усилить это обвинение, это выйти наружу и делать это мненно. Я это чувствую как самая важная вещь. На вчерашней презентации, в момент, как организовать интегральное воспитание, как развивать группу. Если мы примем участие в таком курсе, мы можем поделиться нашим опытом. И у Мира есть самый обширный опыт в этой области. И он может поделиться своими взглядами. Это все очень интегрально. Это тоже создает ощущение равенства. Не только Маша будет вести все проекты. У нас будет ротация между старенькими и новенькими. И тогда мы получим от всех силы. Да. Понятно, что курс должен быть основан и поддерживаем специалистами из Европы. Иначе это не будет работать. Я думаю, что нам всегда есть чему учиться. Скажем, в России наши специалисты создали курсы для русскоговорящей, постоянной. Сейчас у нас есть проект «Регион». И мы организуем так называемые аквариумы обучения всех людей. И они смогут научиться из этого места, где они живут. И есть по этому. И старенькие, и новенькие все могут принять в этом участие. Да. Понятно, что когда мы начали эти интегральные курсы в Европе, начали в Риме, два года назад. И тогда стала возникать связь европейская. Так это началось. Мы должны продолжать этим путем. Мы немножко перестали заниматься после Парисского конгресса. Думаю, что общее ощущение таково, что нужно все это воссоздать заново и вдохнуть в эту новую жизнь. Начиная с теперешнего... А, я сейчас улетаю. Я сейчас улетаю. Как я могу сохранить связь со своей десяткой? Я вас спрашиваю. Не смотрите на меня. Каждый скоро уйдет отсюда. Как он может сохранить связь со своей десяткой? Может быть, нам стоит сделать своего рода правительство в Найбарухе в Европе? Или же это будет находиться в Израиле? Или же у вас будет здесь представительство всех групп, или, по крайней мере, нескольких групп, которые будут словно единый орган? Что вы так? Показывайте. Начните что-то организовывать. Это понятно? Какова идея? По крайней мере... Первый вопрос. Как я могу не потерять свою связь с десяткой? Вперед. Окей. Я могу ответить на две вопросы. Я могу ответить на два вопроса. Я могу ответить на один вопрос. Отвечать одним... Дать один ответ. Мы набрали... Мы имеем опыт подготовки, можем в каждый день встречаться. У нас есть руководство, у нас есть все. У нас есть все. У нас есть все необходимые функции. Мы можем вести любой проект. Только продолжить это. Именно так. Открыть новую страницу, новый конгресс, новый проект. Ну, скажем, по крайней мере, относительно меня. Я должен все связи оставить открытыми. Вы должны знать, как связаться со мной. Мой телефон, скайп, адресы, что если меня нет, вы можете прийти ко мне и вытащить меня наружу. Да, только оставаться открытыми и продолжать ту привычку, которую мы уже приобрели на конгрессе. Есть практический шаг этого воодушевления, которому должны давать действия, которые мы должны делать в этом мире. и обмениваться с силами. И это то, что дает нам ощущение ответственности, поручительства. Оно ведет меня к необходимости поддержания сферы. Это возвращает нас к заключению союза, что мы почувствуем, что что-то меня обязывает это делать. Но когда мы завтра утром встречаемся на Тимтоке, всем 30 вечера или утром? Вечером, спасибо. И утром, и вечером. Друзья, мы должны делать очень много вещей, кроме встреч. Мы должны заново проработать программу, но, естественно, продолжать дальше. Между нами есть... у нас есть масса способов поддержания контакта. Я не могу дозвониться до Амира так быстро, я знаю, что он работает, но... По поводу руководства, мы видели большое противодействие, конфликт между Израилем и Европой. Было недопонимание между нами, и мы большим трудом это преодолели на подогреве в Конгрессе, может быть, это мое личное ощущение, но я чувствую, что Европа должна быть больше представлена в руководстве, потому что израильтяне, как правило, происходит так в большинстве случаев, не подвергая критике никого, обычно происходит так, что европейцы не принимают в себе это израильтян, потому что не верят в это здравосмыслы. мы должны что-то сделать в этом отношении. Я думаю, что это должен быть орган между товарищами, которые есть в Израиле, не заняты этим как раз, и всегда это было так. Все, что ты можешь сделать с дирекцией и центральным органом, это то, что мы должны делать. у нас должен быть проект распространения, и должен быть конгресс, связь, курсы подготовки. Для этого тебе нужна дирекция, поэтому давайте это сделаем. Сейчас Моши как раз переводит, он слышит это, и давайте начнем это делать со среды. Какую программу мы можем выработать до следующего конгресса? Какую программу мы можем выработать, принять до следующего конгресса? конгресса? Какая программа? Какую мы хотим иметь программу до следующего конгресса? Я думаю, что мы должны завтра встретиться в 7.30 вечера. И первым проектом должен быть конгресс интегрального воспитания, который является и курсом подготовки. Я думаю, что это база для того, чтобы все мы как одни стали равными. Как одни стали равными? В следующую среду в 7.30 мы представим проект «Сочи-Европа» в Хорватии. Мы сейчас занимаемся организационными вопросами и надеемся, что вся Европа в этом примет участие, значит не будет работать. То есть только если мы все будем в этом работать, каждый будет делиться своим опытом, как раз, как говорит, мы должны делиться друг с другом. Мы должны вырабатывать нечто новое. Поскольку мы уже делали это в прошлом, как получалось, вы, конечно, помните об этом. Как мы можем давать что-то новое? Главное, что беспокоит меня, что все время те же товарищи с горящим желанием ведут это. И как мы можем привести к тому, чтобы товарищи присоединились? Потому что цель объединиться, а не то, чтобы был у нас какой-то проект. А цель в конечном счете дал возможность объединиться. Поэтому я думаю, что очень хорошо, если у нас будет какая-то страница, где мы можем поделиться впечатлениями, и все могут присоединиться к этому, присоединиться к определенным группам и задачам. Мы можем пробуждать здесь и зависть, и взаимное участие. И вы видите, что товарищи присоединяются к этому. Почему я не присоединяюсь? Я думаю, что мы должны это сделать практично. Провести встречу, как мы делали. Время подготовки Конгресса. У Лев как модератор. Спрашивать людей и начать задействовать, организовывать женский отдел. Принять решение, над каким проектом мы хотим работать в будущем. И руководство должно иметь две-три цели. Да, две-три цели и несколько проектов, которые привлекут всех. Например, есть проекты многоязыковые с всевозможными аспектами. И нам нужны все в Израиле для этого. И давайте дадим возможность этому произойти. Поскольку я живу в России, это мне совершенно разрушает мое расписание. Я хочу переехать в Европу. Это мои личные планы. Но Европа должна быть намного сильнее России. Рабаш пишет так. Конечно, в конце концов, собирается небольшая часть людей. Они будут в одном месте, в одной группе, под руководством одного руководителя. И огромной доблестью высших человеческих сил они будут стоять, как скала, против всех. И это будут люди доблестные, сильным духом и волевые. Не делая ни шага назад, не оступая ни шага назад, они будут вести сражение против злого начала, против своего эгоизма, до последней капли крови. И все их устремления будет только к тому, чтобы поддержать победу в этой войне ради Творца. Мы должны проверить, соответствуем ли вы каким-то критериям этой группе. Продолжайте, как нам заключить союз. Как нам связать себя друг с другом. Как нам продолжать так, чтобы наше лицо в Европе было действительно правильным. чтобы связь между таким большим количеством групп и различий, если мы немножко приподняемся над ними, то мы уже постигаем духовно. Здесь именно из-за трудностей, благодаря трудностям этой мозаики всех групп на разных уровнях, при всех различиях характера и условий, если мы поверх этого найдем связь между собой, то мы преуспеем. Европа сможет дать всем пример. Вы думаете о том, как вы сможете повлиять на весь континент? На правительство Европы, на все. Дальше. Напомню вам необходимость любви к товарищам в этот момент. От этого зависит все наше существование. И это является эталоном нашего ближайшего успеха. Поэтому оставьте все второстепенные занятия и ищите способы. Давайте другого советуйте, как стать одним сердцем. И тогда сбудется сказанное возле ближнего к себя в простом смысле. И очиститесь от... Очиститесь любовью, которая покроет все преступления. И начнете вступать в связь в основе любви. И тогда будет раскрытие Творца. Нема вкусит и будет раскрытие Творца. Все зависит от связи между нами. Как нам организовать такую связь, которая так необходима нам, и чтобы она была такой выделяющейся на фоне всего происходящего здесь, в Европе. Как нам организовать такую связь для того, чтобы раскрыть в ней Творца. Очень все просто. Кроме этого, ничего не осталось больше делать. Все мы понимаем, что все деградирует. Деградирует. И только мы можем показать всем пример правильной жизни. Как это сделать? Пожалуйста. Вы находитесь под властью внешнего окружения. Это отчаяние, усталость, безразличие, равнодушие. Продолжать завтра, как сегодня, сегодня, как вчера. Вы должны против этого внешнего окружения, против внешнего окружения этого, построить ваше окружение, чтобы оно было сильным и смогло сражаться против отчаяния и дряхлости, которое здесь поражает европейское общество. Давайте, пожалуйста, как вы это можете построить? Вперед. Я уверен, что Алекс переводил, поэтому он слышал все. Я уверен, что Алекс переводил, он слышал все. Мы делаем это здесь. То ощущение, которое мы строим здесь, мы этим создаем планы на будущее. Для того, чтобы реализовать это, нужно делать то, что необходимо делать. и я чувствую огромное волнение. Я не могу говорить безразличие, мы встретимся, будем это делать. Ничего не остановит нас. Я согласен. Я думаю, что мы находимся в состоянии, когда мы видим, что как мозаики мы различные, отличные друг от друга. у нас разные основы, разная ментальность. но мы можем быть как в мозаике при всех различиях. Мы объединяясь между собой, мы добавляем друг к другу, чтобы получить ясную, красивую картину, как нет ни в каком другом месте в мире. Это Европа. И, как мы слышали нам в прошлых раундах, мы должны обмениваться информацией друг с другом, строить системы, платформы, виртуальные, в интернете, для того, чтобы находить гораздо более тесную связь. Да, я почувствовал это впечатление. Только потому, что я говорю с Дониром, с Глебом. Ты чувствуешь эту силу, и ты чувствуешь, насколько это может быть хорошо для нашего продвижения, объединить только Европу. Это огромное преимущество в отношении к России и Израилю, которые уже объединены в одно целое. Но это различие может нас обязать работать труднее, преклонить просто голову и работать. Есть один научный факт. Есть научно доказанный факт. Все мы любим общаться с подобными себе людьми. но наука доказывает, что противоположности, в соединении полных противоположностей есть гораздо больше потенциал развития и обновления. Как рассказал, мы чувствуем эти различия, когда встречаемся на конгрессах. мы должны принимать их, использовать их. Давайте использовать друг друга. Давайте отдадимся друг другу. Давайте использовать друг друга. Это может стать примером для европейцев, как такая разная ментальность. Люди носители такой разной ментальности могут встретиться и построить потрясающие вещи. Да. Я не знаю, найду ли правильные слова, но я думаю, что мы это должны взять как работу для себя очень серьезную и важную, потому что у нас есть очень большая ответственность быть примером. И, скажем, мы на самом деле должны обрести инструменты и сделать это уже до обеда. Я думаю, я знаю, что всегда находится состояние тьмы. Нам следует создать окружение для того, чтобы приподняться над этим. И у нас есть наши впечатления, и есть пример. И можем перейти на следующий этап, только сегодня мы это использовать. Мы возьмем сейчас микрофоны. Вот там у нас есть человек в красной кепке. И он подойдет к каждой десятке. И десятка должна сказать, что она решила сделать для того, чтобы не разлучаться после Конгресса, что она собирается сделать по отношению к единой группе Европы, и как мы планируем прийти к следующему Конгрессу. Но все в одном предложении буквально. Несколько предложений от одной десятки. Мы должны закончить. Ну, поскорее. Потому что мы через четверть часа должны закончить. Поскорее. Кто же может сказать? Где микрофон? Ну, пожалуйста. Кто говорит? У нас было предложение. У нас было предложение перед... У нас есть собрание товарищей. Каждое воскресенье. Поэтому товарищи решили продолжить эту связь. И мы войдем на собрание товарищей мировое, как европейская объединенная группа. Но мы будем соединяться по тем току, чтобы подготавливать собрание товарищей и входить как единый орган. Все, все, хватает. Хватит. Все. Следующий круг, пожалуйста. Передать, пожалуйста, другому кругу. Передай, следующий гуль, макарану. Они не хотят поднимать руку. Просто передай. Почему он просто так стоит и ничего не делает? Мы почувствовали в круге, что мы хотим усилить связь между женщинами. И также создать, организовать День и Единство женщин. И там хорошо проработать вообще это мероприятие, чтобы создать связь между нами. Большое вам спасибо. Дальше. Постараться объединить, организовать десятку. Десятки смешанные с товарищей из разных стран Европы. И организовать женскую организацию, которая будет поддерживать мужчин, которая будет поддерживать связь между двумя, между всеми. Спасибо. Дальше. Мы новенькие. Мы используем интернет для разных целей. для того, чтобы взаимодействовать и обмениваться намерением с одним человеком, с одним сердцем. Для этого нужно приложить все усилия. Ребята, у меня есть вопрос. Меня спрашивали о связи между Конгрессом. Покажите нам, пожалуйста, вот эту программу. Вы видите, 6 и 7 марта 2015 года у нас будет антилопа. Вы знаете, что такое антилопа? Арава. Пустыня Арава. У нас соберутся в пустыне в Израиле. Это 6 и 7 марта. Дальше. Дальше. 6, 7, 8, 9 и 10 марта мы соберемся в центре Бнайбаруха. Там мы сделаем Конгресс Интегрального Воспитания. Затем 11, 12, 13 марта будет большой Конгресс в Израиле. А 14 числа после Конгресса у нас будет экскурсия. Тот, кто захочет посетить места или в Иерусалиме, или каббалистические места, мы организуем это. Это в связи с тем, что запланировано на теперешний момент. Но это уже окончательные даты. Мы уже подписали договор, что эти места будут в это время нашими. Есть вопросы? Нет? Хорошо. Ну и продолжим. Вперед. Друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КЛИОЦЕ Испанская КЛИОЦЕ Испанская КЛИОЦЕ Испанская КЛИОЦЕ Мы нуждаемся в вас, мы любим вас, и мы будем воевать для того, чтобы сражаться, для того, чтобы быть с вами на следующем конгрессе. Наш фриоритет – это действительно создать европейскую женскую группу сильную, которая сможет поднять Европу. И на уровне европейской группы создать европейскую женскую группу, чтобы европейскую женскую, чтобы быть европейскую, чтобы активно участвовать в еженедельных встречах европейских, которые в воскресенье в 10 утра, задавать вопросы и найти действительно вместе, составить программу, как мы будем жить до следующего конгресса. Спасибо за субтитры Алексею. Мы выстроили группу Фейсбука, на которой мы встречаемся. Мы бы хотели научиться английскому и связаться с англоговорящими группами. И каждую неделю у нас есть встреча по подготовке к следующему конгрессу. Мы делаем семинар в детской группе. И решили, что женщины Европы будут обмениваться деньгами по распространению, и среди детей в том числе. Мы решили, что мы объединились в десятку. И мы решили, что мы объединились в десятку. Мы решили, что мы объединили наш номер в ТИМТОК, в ТИМТОК, в ТИМТОК, в ТИМТОК, в ТИМТОК. Мы всегда там встречаемся. Начинаем с МОНДЕЙ. Начинаем с МОНДЕЙ. Начинаем с МОНДЕЙ. И мы решили, что происходит в Европе, что делается у одного и другого. Очень важно уделиться этой информацией. Это будет нашим общим полем информации. И мы будем рады открыть страничку в интернете, где будет все о том, что происходит в Европе. И очень важно, чтобы была встреча, подведение итогов, чтобы мы могли продолжить этот Конгресс и начать создавать общие проекты, где каждый может принять участие. И каждые три месяца мы хотим, чтобы у нас был Европейский Конгресс. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в группе решили искать хиссарон и важность того, что мы делаем, чтобы все были на утреннем уроке. И мы будем там на каждом утреннем уроке. Мы вместе будем собираться в Тимтоке. Будем там объединяться. Может быть, мы сможем задавать вопросы и создать такой дух, который позволит нам накопить силы, чтобы за трудом выходить на проект по распространению. Хорошо. Друзья, мы должны сократить, потому что мы должны подняться в наши номера, взять свои чемоданы, принести их сюда и быть готовыми к 12 трапезе. И, пожалуйста, вы продолжайте, но, по сути дела, люди уже освобождены только песня. Песня, песня, песня. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это за песня-то? Когда будет объявлено, можно объявить насчет женской организации, чтобы связались с тем, скажи, женщине. Это там уже во время... АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok